Привет друг, с тобой Эван. Сегодня я тебе расскажу о 10 рангах на работе курьером. Сколько платят, как ехать, обстановочку на работе и самое главное, стоит ли там работать. Поэтому присаживайся поудобнее, бри что-то покушать и мы начинаем. А перед началом данного ролика я хотел бы вам порекомендовать канал начинающего ютубера Посмотра Рэйдж. Он старается над контентом и снимает видео для начинающих игроков. Давайте подпишемся на его канал, поскольку для него аудитория очень важна и она дает очень дикую мотивацию для улучшения качества и количества контента. Ссылка на него будет в описании ролика. Парень собирает маленькую семью в большом мире GTA. Итак, в ролике с обновой я показал вам новую работу. И спустя неделю я наконец-то апнул 10 ранг и готов рассказать о всем. Что это за работа? Это работа курьера. Тебе нужно ездить по разным местам, брать посылки и перевозить на базу в Полито Бэй. Если что, это село вверху карт. Всего эта работа имеет 30 разных маршрутов на 10 рангах. Чтобы получить 1 ранг, тебе нужно отвезти 30 заказов. Я откатал 270 заказов, тем самым получил 10 ранг, собрал информацию о всех заказах. И чтобы не занимать эфирное время, покажу вам на экране все задания. Возле него будет написано в первых скобках ранг, в других скобках место куда ехать и третье место сколько платят. Цены могут отличаться. Плюс-минус 100 рублей. Можете остановить и заскринить себя. Зарплаты вы посмотрели и наверное в шоке, что так мало, как и я. Но это не все. Перейдем к главным вопросам. Первое. Сколько я заработал, чтобы поднять 10 ранг? Всего заработал денег. Поправочка. 3 миллиона 240 тысяч рублей. На каком райсе я откатал? Ездил только на органических удобрениях, один рейс занимал около 4-6 минут. Третий вопрос. Сколько времени я потратил на это? Чтобы получить 10 ранг, я потратил около 23-28 часов игры. Стоит ли работать здесь? Мое мнение нет. Лучше над дальнобойщикой. И адекватнее люди там и больше платят. Пятый вопрос. Масло и пересадка во время работы не расходуются? Нет, не расходуются. Бензин расходуется? Да, бензин расходуется, но он расходуется в минимальном количестве. Штрафы получал? Да, получал. Где-то около 300 тысяч рублей у меня ушло на штрафы. А также многие мне спрашивают. Эверн, скажи, а что лучше возить на 4-ом ранге? Что лучше возить на 6-ом ранге? Как бы мне это не хотелось говорить, но лучше увольняйтесь, идите работать дальнобойщиком. За это время вы сможете намного больше денег заработать, чем будете ездить именно здесь. Давайте посчитаем, сколько же выходит зарплата для 1-го ранга на этой работе. То есть, 1 заказ идет около 3-5 минут. Давайте возьмем 5. То есть, за час ты сможешь перевести 12 заказов. То есть, 12 заказов умножим на 12 тысяч рублей, получаем 144 тысячи. Хотя, для работщиков можно сделать свободно 300. Теперь, к самым минусам работы. Первое, что меня отталкивало от этой работы, это максимальное количество часа и токсиков, которые тебя таранят, влезают без очередь, что-то там бычат на своих помойках. И прям это вообще очень-очень-очень сильно бесит. И второе, что эта работа очень плохо продуманная. Сейчас вам расскажу. Не только я и много других людей пришли с МТАН с не очень мощными компами. Когда заезжаешь на сдачу груза, там просто пусто. Для тебя никого нет. Ты заезжаешь на любую метку, думаешь, что там никого нет. И тут резко над тобой тпхается чел, и начинается. А ты, а я. И это очень-очень-очень выбешивает. И некоторым игрокам ты просто не можешь объяснить, что у тебя не прорисовываются текстуры. У тебя слабый комп. Ну, короче, есть еще такие идиоты. Но есть такие, что заезжаешь, не увидел. Пацан сверху заспамился. Он говорит, что ты делаешь. Ты говоришь, сори. Не прогрузился. Он такой, ладно, бывает. Вот это адекватные. Есть такие. Но есть такие, что я просто проволочу. В принципе, по работе все. Игроки ждали атмосферы на работу, как сам та таксисты. Когда ты просто устраиваешься. Тебе просто ставятся рандомные метки. Ты берешь свою любимую тачку и катаешься по карте. Но нет. Они решили возрядить силу вверху и ездить по этим долбаным маркерам за некоторое количество времени. Лучше они добавили бы реальное такси на своем личном авто. И, кстати, много игр у меня спрашивают, а ранг сохраняется? Нет, ребята. Если вы увольняетесь с работы, ранг не сохраняется. То есть, все ваши плоды уйдут на одно место. Ну, в принципе, куда и мое, когда я уволюсь с этой работы и пойду работать дальнобойщиком. Также хотел напомнить, кто вообще случайно наткнулся на этот видос и не играет на этом сервере. То у меня на этом сервере есть свой личный промокод EVEN. Вводи его большими буквами при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Идешь, сдаешься на права и работаешь на свою мечту. В принципе, на этом все. Самые выгодные рейсы я вам показал. На главные вопросы ответил. Минусы рассказал. Поставьте лайкос данному ролику и напишите в комментариях, что вы думаете об этой работе. Тем самым вы поможете продвинуть этот ролик в топ. И о нем узнают многие. Также не забывайте оформить подписку, ведь 88% людей смотрят этот видос без подписки. Давай, братанчик, исправим этот момент. А то дальше как-то не пойдет. Я же думаю, меня смотрят самые лучшие челики на этом сервере. Так что давай, исправляй эту ситуацию. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.